Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим печенье, которое вы точно покупали в магазине, но возможно не знали, что оно очень просто готовится в домашних условиях. Это печенье курабье с джемом. Для него нам понадобится мягкое сливочное масло, сахарная пудра, яйцо комнатной температуры, мука, разрыхлитель, цедра половины лимона и джем. У меня джем абрикосовый, вы можете брать тот, который нравится вам, главное, чтобы он не был слишком жидкий. В тарелку кладем мягкое сливочное масло и сахарную пудру. Перемешиваем венчиком либо миксером до однородной массы, до состояния помадки. Добавляем яйцо комнатной температуры. Натираем цедру половины лимона. Цедру целого лимона снимать не нужно, так как печенье будет с ярко выраженным лимонным вкусом. Объединяем муку с разрыхлителем. Большую часть муки всыпаем к масляной массе и перемешиваем лопаткой. Затем добавляем оставшуюся муку. Масса получается довольно густая и плотная. Для отсадки понадобится насадка открытая звезда для эклеров. У меня насадка от ЭКО 667-10 мм. И перекладываем тесто в мешок с насадкой. Мешок берите поплотнее, чтобы он выдержал напор во время отсадки такого плотного теста. Джем также перекладываем в мешок, но без насадки. Подготавливаем противень с пергаментом. Я пергамент прикрепляю к противню с помощью остатков теста с насадок миксера. Надавливаем на мешок. Затем проворачиваем мешок, чтобы отсоединить его от теста. Часть теста осталась на вторую партию. Смоченным в воде пальцем вот таким образом формируем ямки. И заполняем их джемом. Джем отсаживаем с горкой, так как во время выпечки влага, которая содержится в джеме, испарится и его количество уменьшится. Отправляем печенье в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-18 минут. Но время может отличаться в зависимости от желаемого цвета печенья. Поэтому спустя минут 12-13 уже поглядывайте в духовку. Печенье готово. Сейчас остынет и будем смотреть поближе. Остывшее печенье перекладываем на тарелку. Смотрите, какое оно красивое, золотистое, очень ароматное. Я даже не могла подумать, что оказывается оно так просто готовится. Видите, какое оно песочное? Оно просто тает во рту. Как я и говорила, количество джема уменьшилось из-за испарившейся влаги. И еще важно выбрать джем так, чтобы после полного остывания печенья джем не стал твердым и не тянулся, как тугая жвачка. Курабье готово. Мне кажется, что это самое простое, быстрое, но при этом очень вкусное, ароматное, невероятно рассыпчатое и красивое печенье. Главное приобрести кондитерские мешки и насадку, если у вас ее нет. Обязательно готовьте курабье. Как вы видите, действительно все быстро и просто. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте ваши лайки. И до скорых встреч в новых видео.